Всем привет! Пришел мне новый товар с Гербеста. Этот товар я заказывал буквально недавно, неделю назад. И почтой DHL он пришел довольно быстро. Единственное, что хотелось бы сказать, задержала его таможня, пришлось ездить в таможню. И они решили уточнить, сколько же стоит эта штука. Но так как индукционная плита от Xiaomi стоит около 100 долларов, то проблем не возникло. Просто они впервые увидели такую штуку, что кто-то заказывает из Китая. И на таможне были удивлены и решили уточнить, а что же это такое и сколько оно стоит. В общем-то это индукционная плита. Сегодня будет только распаковка и первое впечатление. Я поделюсь тем, что я думаю про нее. А потом со временем, когда мы ею попользуемся, когда мы на ней начнем готовить, я сделаю обзор. И в общем-то посмотрим, стоит ли ее вообще заказывать и покупать. Заказывал я ее на Гербесте. Почему? Потому что там была на нее скидка 100 долларов за плиту. 100 долларов за плиту, которая является умной. Это не просто плита, включил-выключил. В ней куча настроек. Давайте посмотрим, что есть в комплекте. А всякие настройки, там соединяется она со смартфоном или нет. Все это мы рассмотрим уже в подробном обзоре. Упаковано все очень хорошо. Кстати, могу сказать, что мне пришла она почта DHL в дополнительной упаковке. То есть сама компания DHL запаковала еще дополнительно. Не просто взяла эту упаковку, наклеила на нее свои логотипы и все. Была защищена упаковка хорошо, поэтому сама вот эта коробка сохранилась довольно хорошо. И в принципе, если вы планируете сделать подарок кому-то, хороший, дорогой, качественный подарок, то можно заказывать. И если вы, а вы скорее всего будете заказывать почтой DHL, то все у вас придет в хорошем состоянии и внешнем виде. Здесь у нас идет двойная вот такая защита сверху и снизу. Это защита пенопластовая. На самой коробке есть ручка, поэтому если что, вы сможете нести эту посылку за ручку. Это будет довольно удобно. Особенно это удобно, если вы вдруг переезжаете на другую квартиру и у вас сохранилась коробка. Вы можете легко перенести эту плиту на новое место жительства. Например, если вы снимаете жилье или еще по какой-то причине, то вы можете перенести на новое место жительства в родной коробке. Это очень удобно. Главное не выкинуть коробку, потому что по себе знаю, сохранять все коробки от всех гаджетов и устройств, это просто очень тяжело. Итак, мы получаем вот такой вот сэндвич, большой, белый. Саму плиту я видел. Я видел ее на картинках. Я обзоры на нее не смотрел, потому что обзоров на момент, когда я узнал о ее существовании, их просто не было. Поэтому особо я там в интернете не лазил, не смотрел. Поэтому такое первое впечатление, никем не испорченное. Запакована плита у нас хорошо. Поверхность нижняя, где у нас находится пластик, она была защищена вот таким вот вспененным материалом. Кстати, он пригодится, если вы, например, на него захотите ставить что-то горячее. Очень классная штука. Я стараюсь такие не выкидывать. И можно чай ставить, можно чайник горячий. На них можно все что угодно ставить. Классная штука и бесплатно. Почему бы не пользоваться? Итак, вот, собственно говоря, сама плита. Она полностью в пакете. Пакет, как всегда, премиальный у Xiaomi. Такой, что ты берешь, трогаешь, тебе вот просто получаешь удовольствие. Обратите внимание, что здесь китайская вилка, в принципе. Потому что это у нас продукт для рынка Китая. Не стоит сейчас говорить, вот Xiaomi, вы вообще обнаглели. Почему вы ничего не делаете с европейскими вилками? Да им это не нужно. У них китайцев просто вот так. Они обеспечивают свой рынок хорошей, качественной, недорогой техникой. Поэтому, если вы покупаете такую вещь, то это ваши проблемы, что тут нет европейской вилки. Не покупайте ее, покупайте то, что продается на вашем рынке в Европе. Такая политика у Xiaomi. Если они захотят выпустить что-то на рынок Европы, то там сразу будет евровилка. Например, это касается смартфонов. Если это международная версия, там всегда будет адаптер с европейской вилкой. Если это версия для рынка Китая, то там вот такая вот вилочка. Я такую вилку никогда еще не видел. Такая прикольная, красивая. Сам вот этот материал, из которого сделан, которым покрыт кабель, я так понимаю, что он жароустойчивый. Потому что я такое не встречал. Он какой-то типа прорезиненный. Он дико эластичный. Очень эластичный. Сразу видно, что он с хорошим сечением, потому что он достаточно тугой. Ну и на самом деле это не шутки. Потому что плита, насколько я помню по характеристикам, имеет мощность 2200 ватт. Поэтому действительно хороший, мощный кабель это то, что нужно для ее запитки. Я вижу, что она собирает на себе хорошо отпечатки. Поэтому обратите внимание, что вам придется ее протирать, либо чем-то накрывать для того, чтобы она была красивой всегда. Потому что здесь зеркальная поверхность такая глянцевая. И на ней все остается. Я не знаю, будет ли вам видно, но все отпечатки на ней прекрасно видны. Вот я сейчас пока ее лапал. Обратите внимание, как красиво она смотрится. Здесь у нас есть какая-то кнопка. Судя по всему, когда вы что-то ставите, то она нажимается и является запуском, наверное. Здесь все на китайском. То есть есть вот такие иероглифы. Понятное дело, что в интернете мы найдем и инструкции, и все-все-все. Но это для кого-то будет отпугивающим шагом. Здесь у нас крутится бесконечно кольцо. То есть получается, что выбор температуры, выбор режима. Вот здесь тоже кнопка. Это все у нас бесконечно крутится. Это классно. Такие технологии это то, что нужно. Вот в микроволновке у меня такая технология. Это удобно. И шаговое, шаговое кручение. То есть вы щелчки чувствуете. Они мягкие, они не звонкие. И в общем-то приятно так. Сразу понятно, что ты перещелкнул на одно деление. Вентилятор для того, чтобы выходил горячий воздух. Потому что она должна нехило так нагреваться. 2100 ватт. Хотя на самом деле, когда я эту плиту увидел впервые, везде пестрила информация о том, что у нее 2200 ватт. Не знаю почему. Может быть есть две разновидности плиты. Поддерживается напряжение 220 вольт 50 герц. Дата производства 2017 год, 11 месяц. И в общем-то все. Здесь у нас резиновые ножки. Их 4 штуки. И они расположены таким образом, чтобы плита была более устойчива. То есть они расположены не вот так по кругу, как это обычно бывает. А вот так. То есть плита у нас не будет скользить. В принципе ни вот так, ни вот так. Как бы вы ее не двигали, всегда будет сопротивляемость. Но можно было бы и по кругу расположить. Такое решение тоже хорошее. Ножки еще являются дополнительно таким возвышением для плиты. То есть обратите внимание, что она на такой возвышенности находится. Для того, чтобы тепло уходило и была циркуляция. Здесь у нас используется пластик глухой, незвонкий. То есть хороший пластик. Ничего не скрипит, ничего там не болтается, не трясется. В общем-то сборка, как я погляжу, хорошая. Давайте я попробую ее включить, потыкать, посмотреть. Разбирать я ее 100% не буду. Потому что хочется ею еще пользоваться некоторое время. Кстати, здесь у нас надписи не только на китайском, но и на английском. Обратите внимание. Здесь написано, что нужно быть очень осторожным. И когда панель что-то нагревает, обязательно нужно держать руки подальше от нее. То есть не прикасаться. В общем-то, сейчас буду тестировать. Переходник на вот такую вилку у меня есть. Поэтому сейчас потестирую, что-нибудь разогрею на ней. И, конечно, засниму это все на камеру. И будем закругляться. Я посмотрю, насколько быстро она разогревает какие-то блюда. Например, попробую. Что на нее можно поставить? Я не знаю еще, честно говоря. Металлическое, не металлическое, стеклянное, не стеклянное. Понятия не имею. Все это будет в обзоре. А сейчас просто включу вам, как она работает. Посмотрим, будет ли шум. Если она соединяется с приложением, то попробую соединить с приложением. Покажу, что у нас будет доступно в приложении. И, в общем-то, будем закругляться. Всем спасибо за просмотр. Если видео было вам полезным, не забудьте его поддержать. Если вы будете поддерживать такие видео, то обязательно будут новые товары на канале. Потому что товаров реально много. Различных, интересных, которые мне приходят. Но у меня просто нет времени, чтобы это все выкладывать, показывать, снимать обзоры. Если я понимаю, что это будет интересно, если это заходит, то я прилагаю усилия, трачу свое время на то, чтобы вам это показать. В общем-то, всем хорошего настроения. Обязательно подписывайтесь на канал. Обязательно подписывайтесь на второй канал. На втором канале есть очень много интересных видео, которые вы не найдете на основном канале. И в группе ВКонтакте есть купоны, скидки, акции, новости о какой-то технике новой, которая выходит. Чтобы вы могли присмотреться. Может быть, вам что-то тоже понадобится. Ну и все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok